Кальмар. Именно здесь сегодня Кишиневская дача сыграет во втором раунде Лиги Европы. А что мы знаем об этом городе? 60 тысяч жителей, 60 полицейских по одному на тысячу жителей, один университет, одна кондитерская фабрика, пять пятизвездочных отелей, один королевский замок и 9 веков истории. В одной очень доброй советской комедии Леонида Гайдая, одна из героинь бриллиантовой руки, как-то отмечала, что, дескать, Нью-Йорк город контрастов. Кальмар – город куда более меньших размеров, но и в нем проявляется удивительный контраст. Очень размеренная жизнь в некоторых районах Кальмар разнится сумасшедшей ночной жизнью в центре городка. В центре Кальмара в эти минуты пытается найти своих потерявшихся коллега Александр. Это гражданин России, прилетевший в Кальмар из Санкт-Петербурга в служебную командировку, а на него мы наткнулись совершенно случайно. Я вообще потерялся. Ищу своих коллег. А, пап, вы в командировку приехали? Да, да, да. В каком поводу? А, здравствуйте. Фирма Матаман. Ну, это, которая роботы делает. Вот мы у них. Ничего себе. У меня тетя живет в городе Атаки. Димка, а вы где? Димка, а я тетя. А, все, сейчас подойду, окей. Как вов матч, что-то слышали сегодня? Кальмар играет в Лиге Европы, ничего не слышали? По-моему, как-то связано? Не, мы реально по работе, то есть мы вот сейчас на вокзал просто идем. На аэровокзал или да? Ну, на вокзал на поезд, а там на самолет. А вы до Стокгольма на поезды? Да. Как вам город, как люди? О, замечательно. Я тут остался жить. Ну, говорят, тихие такие города. Да. Тебе нравится там Москва или где? Откуда вы там такой мегаполис, там много людей. А, из Питера? В Питере жарко, пыльно, душно. Ладно, всем привет. Спасибо. Улица Кальмара уводит нас в какое-то сказочное прошлое. Узкие улочки, очень специфическое покрытие пешеходных дорог и масса архитектурных достопримечательностей. Замок Кальмаре является одной из главных достопримечательностей во всей Швеции. У этого сооружения очень интересная история. Замок участвовал в различных сражениях и в то же время стал одним из главных и значимых центров политических событий. А вот у сегодняшнего матча в Кальмаре мало что знают. Это квалификация для Европы. Конечно, это второй квалификационный раунд Лиги Европы. Кальмар играет с командой из... Из Молдовы, если я не ошибаюсь. Наши выиграют 2-0. Нет, я ничего не слышал. Какой матч? Ничего не слышал. Ничего не знаю. Кальмар? Ничего не знаю о такой команде. Швеция, Кальмар в частности, примечательна еще и тем, что в качестве так называемого общественного транспорта местные жители используют разного рода лодки, катера и даже байдарки. Убедите сами, семья в полном составе. А еще кальмарцы любят говорить, что из шведов они самые спокойные и миролюбивые. Размерен образ жизни и ощущение того, что они никуда не спешат. А если и спешат, то делают это на другом, очень популярном здесь средстве передвижения. Кальмар почти полностью перешел на экологически чистые источники тепла и энергии. В настоящее время около 90% всей электроэнергии в регионе обеспечиваются ветряными и гидроэлектростанциями. Помимо этого, в самом городе отказались от использования бензина, а используют биотопливо или велосипеды. Их здесь, ну, очень много. Не поверите, буквально вчера наша съемочная группа, гуляя по ночному кальмару, своими глазами видела, как молодые девушки, покидая ночные клубы, дискотеки в мини-юбках и милых нарядах, садились в седло велосипеда и уезжали. Вот в таком специфическом городе сегодня дача через несколько часов сыграет с кальмаром.